Практически все 11-классники прошли выпускные испытания. 13 июня – последний основной день проведения единых госэкзаменов. В один день сдавали литературу и географию. На проверку знаний этих предметов решились те, кому результат ЕГЭ нужен для поступления в ВУЗ. Я хочу поступать, скорее всего, на метеоролога, поэтому у меня география профильная, и мне приходится его сдавать. Какие предметы тебе вообще нужны для поступления? Если на метеорологии, то география, математика, русский. География? Да. Да, какие баллы тоже, опять же, рассчитываешь? Ну, думаю, баллов 80-90 реально спать. Учитель наш очень нам помогал, поэтому уверены в наших силах. На решение заданий по географии было дано 3 часа, по литературе на полчаса больше. Школьники использовали все отведенное время. И, по словам педагогов, так было во время всех экзаменов. Аудиторный организатор Светлана Вишникина дежурила на 8 ЕГЭ. И ни разу не видела, чтобы выпускники уходили хотя бы раньше, чем за 15 минут до окончания экзамена. Дети стали высиживать все время, которое им положено, используя буквально каждую минутку. Вот от года дети становятся все дисциплинированнее. И вот лично в наших аудиториях никаких замечаний к детям мы не имели. Не было замечаний и на этот раз. Теперь пункт проведения единых госэкзаменов в Заречном закрыт. Для проведения дополнительных экзаменов, если учащиеся не смогли прийти на основные из-за болезни или пропустили нужные ЕГЭ из-за того, что в этот день сдавали другой, организованы резервные дни выполнения работ по разным предметам. Правда, сдавать их школьникам придется в Пензенском пункте проведения экзаменов. Елена Степкина, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный».